Русские православные церкви 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 В статье одного из церковных деятелей, доктора наук философских, которую выставили там как огромный анастеритет, он там брякнул такой... Ну, я не думаю, что он написался. Все-таки родил мысль, что Василий Третий первый русский царь. Ну, я как бы... Но меня это натолкнуло, это дурацкая его мысль. И натолкнул он другую. А почему же все-таки историки, они с кольцом, что Василий Третий типа боялся на примере Дмитрия. А вы знаете, да, это все так. А акцентировать-то все-таки надо внимание на том, что вот этот русский православный мир стал усиленно ожидать конца света. И в том числе прихода этого самого антихриста. Да, чтобы попали не в бровь его. И в том числе, что русский царь, объявив себя царем, преемником византийских императоров, царем православного мира, должен стать на защиту этого мира. И в глазах этого Василия Третьего, первый практически русский царь, объявленный там, ну, отрок 14-летний Дмитрий Иванович, царем, вдруг покончили его ужасной смертью. Ну, сослали и добили. И добили. Получил вот такой ужасный конец. И, конечно, его, вот эта его боязнь принятия на себя вот этого вот сакрального смысла царя, он был напуган. Что какая-то высшая сила вот этого русского царя подавила тут же. Вот мне кажется так. И историки, они в чем? Конечно, они умные дядьки. Они много очень копают. Но они очень мало смотрят с точки зрения вот этого вот русского мистицизма. Духовности. Я вообще ужасно удивляюсь, что многие историки делают свои выводы там о 16-18 веке, ну, согласно аттестату о среднем образовании Советского Союза. То есть, даже близко не представляется себе то мистическое мышление, в котором находились люди 15-16 веков, 17 веков. И даже близко не представляется вот это вмешательство мистики в их поступки. То есть, вот делалось то да все, а на самом деле оказывается глубокая мистическая религиозная составляющая. Вы совершенно Женя правы. Я хотел бы тысячу раз подтвердить ваше мнение. Во-первых, сам Василий вместе с Маманей были очень сильно замешаны в падении и убийстве первого помазанного царя. Да, Маманя вообще к этому приложила руку. Да и Василий тоже там, ну, серьезно. Вот. И страх был еще не только в этом. А страх был действительно вот этой 8 тысячи. Помните, как мы его с вами читали, как вот этот смещенный митрополит. И 5 митрополитов были смещены из своих постов и даже убиты и там прочее. А вот Зосима Бродатый был смещен в Тройде Сергея Лавру. Именно Зосима Бродатый составил Пасхалию на 8 тысячу лет. И там он первый раз упомянул, что Москва – Третий Рим. От него именно эта идея пошла. Но, другая еще есть вещь. Василий опасался этого помазания по другому вопросу. В любой момент, оступившись или сделав что-нибудь недостойное, можно было быть объявленным антихристом. Антихристом узурпированным пришедшим на вот эту 8 тысячу лет. Поэтому опасность была не только за Русь и за ту судьбу, которую он видел, что постигла Дмитрия. Но еще была опасность во всяких интригах и мистических переживаниях и напрямую быть объявленным антихристом. Вспомните. Давайте немножечко вперед забежим. Антихристом был объявлен Петр Первый, объявивший себя императором. Ну, не только Никон был. Нет, я имею в виду конкретно. Никон – это Никон, это как бы лжепророк, будем говорить. В понимании теории слова апокалипсиса. Это лжепророк. А вот именно антихрист, власть не духовная, а именно царская земная власть – это Петр Первый. Вот он был объявлен антихристом. Точно такая же опасность была и у Василия, потому что он мог точно получить такую же кличку, да, клеймо погоняло. Достаточно было бы несколько неурожайных годов, поражение серьезное в какой-то войне. Или еще, и уже сразу бы объявили бы… Бориса Годунова. Как Бориса Годунова. Полностью вот это вот. Постигла. А так всегда и было. Это как бы, знаете, вот это мистическое переживание, с одной стороны, возвеличивает государство, а с другой стороны, любые неудачи сразу приписываются тому, что царь плохо молится, плохо постится, плохо служит Богу, и за это Бог наказывает весь народ. Потому что, как бы, это же посредник такой вот, которому поручил Бог народ всероссийский. И, естественно, любые неприятности сразу, в общем, плохо молятся. Это вот исторический казус, он кроется как раз где-то здесь, психологически. Вот именно в эсхатологическом, в этом хелиастическом восприятии мира, вот этой тысячи лет, который должен прийти, там, и, не знаю, там, перед началом которой должен прийти Антихрист, и там убивать христиан, и должен состояться Армагеддон. Понравится это историкам, не понравится нам? Ну, нам понравилось. Да, это не просто, это так и есть. Тут даже нечего, в мистических, религиозных переживаниях это не сомнено. Да, это были глубоко верующие люди, глубоко, мистически настроенные. Абсолютно. В том числе Иван Грозный. И именно религиозные аргументы, даже не аргументы логические, а именно религиозные аргументы были первейшими во всех принятии их каких-то действий, поступков. Да, мы с вами закончили, да, как бы в прошлый раз о реформах Ивана Грозного, вкратце их коснулись. Времени это избранное. Да, 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 и главное, да, главное, что мы здесь упомянули, это идея Ивана Грозного о вертикали церковной власти и полностью лишения митрополитов, патриархов, там, будущих митрополитов сейчас на данный момент, какой-то особой отдельной духовной власти. Они должны были в этом новом царстве московском занять духовное министерство, чтобы исполнять какие-то веления божественного наместника на земле государя, который должен управлять народом, а церковь должна ему в этом деле помогать. Но нас здесь с вами, ладно, реформы реформами, но главным препятствием на пути замыслов и духовных, и государственных, великого государя Ивана Грозного, стоят бесконечные войны и бесконечные набеги. Вот эти бесконечные набеги, как очень интересно писал, кстати, сам Иван Грозный, после первого своего похода на Казань, он писал, что до полуцарства, то есть, что такое до полуцарства, посередине дороги между Москвой и Казанью, никого не было. То есть, татары всех продали в Крым. Им для того, чтобы поддерживать вот эту военную татарскую машину, нужны были огромные деньги. А самым прибыльным делом в Европе торговали неграми, возили из Африки, а у нас крали славян. И вывозили их сначала в Крым, а через Евпаторию на невольничных рынках продавали в Османскую империю и дальше туда, в Средиземное море. И никого. Были только старухи, которые там столетние, ненужные никому, деды и маленькие-маленькие дети, которых оставляли на вырост, чтобы потом в следующем году было кого-то, там опять можно было кого-то отвезти в рабство. И вот до полуцарства пусто было, как писал Иван Грозный. И в этот момент, уже как раз после избранной этой Рады, принимает решение именно избранная Рада, в которой играл главные роли в основном духовник царя, это протопоп из Новгорода Сильвестр. Например, была идея, что нужно Казань взять под царскую руку, чтобы избавить Россию от этих набегов и вдобавок получить железные копии, месторождение железа для литья пушек. То есть, не железо, а чугуна, конечно, в то время, но это была очень важной задачей, не было своей артиллерии, приходилось все покупать у европейцев. А тут, с этой стороны, Уральский хребет и прочее, было огромное количество привозило с этой Рады. То есть, через Казань можно было выходить на Урал? Да, на Урал можно было выходить, да. Кстати, когда Наполеон тоже взял, Наполеон был наивный человек, он пишет, что взяв Москву, мы увидим Уральские горы. Я всегда рада, как из Москвы, он хотел Урал. Можно маленькую поправить, пока далеко не ушли. Ну, все-таки, наверное, руководил избранной Радой не Сильвестр, он был один духовник. Он имел влияние, что он не руководил, а вот идеей, я прям конкретно читал, и есть описание в летописях о том, что идея о взятии Казани подтолкнул Ивана Грозного с Сильвестром в избранной Раде. Ну, там... Может быть, он как раз, а я думаю, что Сильвестр руководствовал состинаниями христиан, вот этих бесконечно вывозимых в рабство, потому что Сильвестр был как раз вот именно сторонник нестяжателей, и я думаю, человеческие скорби ему были не чуждые. Вот это вот надо отметить, да. И, видимо, при Стоглавовом соборе, во время Стоглавовом соборе, он был один из инициаторов, подталкивающим Ивана Грозного к секуляризации церкви. Абсолютно верно. А Макарий, будучи Исифлянином, отстаивал... Противостоял. Противостоял. То есть, они были в контрах. Естественно, конечно. Так вот, значит, что же у нас получается? Первый, всего похода было три. Насколько это было значимо, говорит то, что Иван Грозный сам все три похода возглавил. Он потом ни в Астрахань не ходил, ни другие какие-то походы, а вот здесь именно он самолично идет в эти походы. Почему? Ну, во-первых, первый Казанский поход, это вообще, ну, будем говорить, становление более-менее какой-то русской армии. Потому что, ну, ни воевод, ни толку никакого, ничего, полное неуснабжение. В общем, к очень плохой подготовке поход. Вдобавок, умудрились на Волге утопить 150 пушек при переправе. То есть... Во время второго похода. Первый, при первом же походе. 150 пушек утопили на Волге, 7 дней постояли под Казанью, плюнули на это все и вернулись обратно. Вот весь результаты всего первого похода. Потому что никакой организации не было. Иван Грозный, вернувшись, сделал очень серьезные выводы. Он понял, что вот этот длиннючий переход от Москвы до Казани невозможен. Потому что войска истощаются, обозы, прочее, все остальное. Может, не будем терять право. Да, не будем. И он построил... Да, я вкратце, буквально. Я тут имею религиозный смысл. Хорошо, замечательно. Он построил Свияжск. Свияжск для того, чтобы была база, с которой можно было бы ударить по Казани. Ну и третий поход, реальный серьезный поход. Это у нас получается... Это там, где большевики памятники Уди поставили. Да, 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 в Свияжск. В 1552 году, в июне-октябре, уже все было подготовлено. И смотрите, июль-август, сентябрь, за 4 месяца в легкую разгромили Казань. Взяли этого Эдигерма Мета, захватили его. Наместником поставили Шуйского и князя Серебряного Василия. Горбатый. Да, Шагарбатый. Горбатый, прямо горбатый Шуйский и Василия Серебряного. И вдобавок здесь идет дальше вот теперь то, что я хотел самое важное сказать. Наиважнейшим моментом, здесь является то, что вот эта избранная Рада в этот момент, с идеологией Сильвестра, будем говорить, не возглавляемая, но с идеологией Сильвестра, предлагает Грозному избрать по жребию архиепископов Казань. То есть сразу была учреждена Казанская архиепископия. Это не просто так. Во-первых, Иван Грозный принял на службу себе всех казанскую всю элиту. Он их не казнил, не убивал, там ничего. Ну, кто не сопротивлялся. Он их принял под царскую руку. И получилось, что они уже выражали интересы московского государя. И ему не пришлось держать там постоянную армию сидеть в Казани. Но для того, чтобы сделать духовные скрипы, жребием на службе был избран один из них из монастырей, игумен Гурий. И причем, какая значимость давалось Казани? Архиерей Казанский сразу получал сан архиепископа. Это как новгородский архиерей. Другие архиереи такой привилегии не имели. Как новгородский архиерей сразу получал сан архиепископа. И как вы думаете, что первое написал Сильвестр в требованиях к этому архиерею? Ни в коем случае никого насильно в веру не приводить. Только по доброму желанию. Вот как Касимовцы там, ни в коем случае никого не приводить насильно в веру. Это исполняется. Ну, конечно, по средневековым меркам будем говорить, исполнялись. Десять и десятерым голову оторвали, одиннадцатый живой остался. Это уже считалось, что все прекрасно. Чтобы все-таки этого нормы придерживались. И эта норма потом распространилась на всю Сибирь. Никаких иноверцев насильно, вот именно от Сильвестра пошло, именно от Ивана Грозного, насильно никого в веру не заставляли принимать. Как ислам и прочее все остальное. Этот момент Казанский сыграл огромнейшую роль для освоения Сибири и для Дальнего Востока. То есть, все вот эти пределы, она и судьбу их столетий, в период грядущих, сыграла огромнейшую, огромнейшую роль. И, значит, вот эти все Казанская знать, она была и рада. Сколько крестилось сразу, очень много крещенов, крещеных татар, которые, увидев, что царь не устраивает репрессий таких жестких и благоволит им, приняли крещение. Вот так Казань вошла в Россию, я думаю, что, состав России, я думаю, что вот этот момент веротерпимости, даже до тогдашней Европы, это просто нонсенс. То есть, все сразу убивалось, казнилось, вырезалось, а здесь вот момент вот от терпимости, он о многом говорит и свидетельствует, именно религиозно. Конкретный параллельный пример, в это же время еще и Нагаи, и вот последний их бек Юсуф стал прародителем Юсуповых знаменитых. Да, князя рода Юсуповых. Ну, многие-то эти чибирские ханы там потом будут перечислять их фамилии. Не будем слишком исторические события рассматривать, но теперь мы с вами должны затронуть Астраханскую епископию. Можно парочку прям, ну не сдержусь, ну не сдержусь по поводу Свиярска. А, по поводу памятника. Ну, во-первых, все, кто думает, что там поставили памятник к Иуде, пусть про это забудут, потому что там большевики действительно поставили памятник одному из командиров своей Красной Армии, который там погиб, и его фамилия была Юдин. Юдин, поэтому это к Иуде не имело никакого отношения. И так вот иммигранты потом раздули эту фигню, которая до сих пор еще катится. Ну, конечно, ходят и сказки рассказывают. А в Екатеринбурге памятник Каиафе поставили. Я просто не могу сдержаться. Вот это вот стратегическое взятие Казани было настолько красиво, стратегически выполнено, что просто так думать, что там построили опорный пункт, там пришли, там сделали. Там была глобальнейшая стратегическая операция. В это же время Ивану Грозному пришлось решать вопрос с отсечением наступления крымских татар. И они сделали это потрясающе красиво. Они сделали, как сказать-то, маневр, который позволил обманывать, обманный маневр, обманный финт войсками, который позволил отпугнуть крымских татар. Причем сделано бы это грамотно, бесподобно просто. Читайте, читайте историю, это великолепно все описано. Второе, как этот Свияжск? Дело в том, что это было тоже потрясающе для тех времен операция. Да, Диакон за один день, там за один и сколько построили. За месяц, да. А срублен этот город, Свияжск, был в Мышкине. Его перевезли. В Мышкине. Это сегодня Ярославская область, Мышкин. Я там был в этих краях всегда, на русских знаю. До сих пор вот эти места, они там оголенные. А потом начинается Бор, красивейший, красивейший. Ближе к Кугличу. Не рубили лес на этот Свияжск. Да, да. Не, вот там вот еще не дорубили, а вот под Мышкин. Все. И вот он там срубил весь город. Вы знаете, это как надо иметь, чтобы вот этот город сплавить потом вниз по реке по Волге. Вообще, если будет интересно. Там все, вплоть до сарая, вплоть до церквей. Все было построено буквально меньше, чем за месяц. Если интересно, там целая история есть про этого Диакона, который построил Свияж. Это колоссально интересная история, да. Был поставлен этот опорный пункт, с помощью которого взяли Казан. После 52-го года, в 54-м году, идея была какова? Ослабление Золотой Орды, ну и естественно уничтожение Золотой Орды и ослабление вот Крымского ханства. Но для этого нужно было убрать союзника, чтобы не ударил с тыла союзник Астраханское ханство, тем более, что столица Золотой Орды там находилась, в спину. И чтобы как-то можно было работать с крымским контингентом, вечно недовольным, необходимо было избавиться от Астрахани. И вот в 54-м году уже царь никуда не едет, а вот Юрий Шемякин пленяет, без всякого, там небольшой бой был перед Астраханью, без всяких проблем взял Астрахань. Хан вот этот Дервиш Али был поставлен там наместником, прямо такой, как бы, был такой вассалитет, но в 1556-м году хан переметнулся на сторону Крыма. Хотя до этого был полностью сторонник. Да, да, да. Вроде человек Ивана Григорьевна. Ну, мало ли боялся, что убьют там заговорщики, еще что-то было. И вот Иван Черемисов, князь, берет без всякой проблемы Астрахань, там казаки сначала перед Астраханью небольшое там было, разбили Астраханское войско, а все взяли, да, без всяких проблем. И вот была разрушена столица Золотой Орды, Сарай-Бату, и полностью Астрахань была лишена главы своей такой, и был поставлен русский князь. Но самый важный момент, какой вот здесь, вот именно церковный момент я бы хотел, опять же, избран епископ сюда в Астрахань, то есть новая кафедра открывается православная. Там она была и раньше, но она как бы восстановлена. И сразу же князья черкесские и пятигорские просят Ивана Грозного прислать священников Пятигорск, Черкесск, для восстановления древних храмов. И были посланы десятки и сотни священников, понавившие древние разрушенные христианские храмы. То есть вот это северо-кавказские, предкавказские все территории христианизировались, восстанавливалось то, что было вот этими ханами Золотой Орды уничтожено, восстанавливалось с помощью русского священства и русского духовенства в Черкесии и Пятигорске. Немножко понимал, что выход к низовьям Волги это как раз выход к верховьям Кавказа. Абсолютно верно. И не просто к верховьям, а вообще к всему Северо-Кавказию. Буквально сегодня через Калмыцкие степи и начинается... Да, конечно. И Листу проехали и все, мы здесь. Значит, это позволило отрубить Крым от восточных всяких пределов. Вот вообще Крым отделить от Сибири и прочих всех-всех-всех его связей с древними монгольскими царствами, Крым остался только с Османской империей. Теперь вот эта связь Казань, Сибирь, Астрахань, Орда полностью прекратилась. Осталась только вот связь Крым и Османской империи. Трудно себе вообразить, если бы Крым был в союзе с этими. Ну, как бы... Между собой они, конечно, дрались, но против... Против русских они явно объединились. Сами не в СБДА. То есть это просто странно. Да. Значит, опять же, по идеям Сильвестра, ну и так далее, нужно было упразднить, убрать Крым. Нужно было убрать Крым. Почему? Потому что... Вот опять, вы знаете, чисто исторические претензии. Я хочу услыхать от Крымских татар, когда мы ними торговали на рабовладельческих рынках. Вот сколько Крымских татар было продано в рабы. Вывезено, не знаю, куда-нибудь, в Стокгольм, в Швецию, или, например, на строительство этого самого, как это называется, Байкало-Амурской магистрали, или еще что-нибудь. Они же столетиями, столетиями вывозили русских рабов в Османскую империю. Ничего удивительного, то, что они получили по зубам, и ни раз ничего удивительного в этом нет. Увы, это просто историческая данность. Не будем искать никакой справедливости, тут несправедливости. Но обратим сразу внимание на русско-крымскую войну, 1054-1057 год. Она так этапами шла, эта война. В зависимости, ну, наверное, опять же, все от климатических условий, удаленность, далеко и прочее, все остальное. Но, значит, получилось это таким образом, что вынужден был царь под натиском, вот, как раз именно мнений Рады, вынужден был принять этот поход. Даже он его не особо хотел, он даже сопротивляется ему. Но главным аргументом стало то, что в Евпатории, она раньше иначе называлась, там как-то, я точно не помню, нынешняя Евпатория, был самый большой невольничий рынок. И именно нападение на этот невольничий рынок в Евпатории и было главной целью. Не взятие этого самого столицы, крымского ханства. Ничего, даже ничего не сделали. Кафа, да, Кафа, точно. И царь хитро поступил, он не хотел затяжной войны с Османской империей и ограничился крымским походом вот на эту самую Кафу. Да, мы, конечно, разгромили несколько там каких-то встречных отрядов, которые были заградительны. Это у нас получается как раз после 1556 год. Да, это уже как раз во время шведских, русско-шведской войны. Это как раз в это время уже и шла русско-шведская война. 1054-57 годы. Ну вот. Ну ладно. Вот я сейчас уточню, не будем. В общем, неважно. Я хотел вкратце только сказать, что это имело глубокий тоже сакральный смысл, поскольку продавали-то христиан и разгром вот этой Кафы, разгром невольничего рынка, войско туда зашло, разгромили эту Кафу и очень тоже, кстати, таким хитрым манёвром и вышли оттуда из Крыма и не стали захватывать все крымские территории полностью. Не стали эту войну. А вот они, да, они поставили вот эту задачу себе конкретную и её выполнили. Хорошо. Это мы тоже обратим внимание, дальше потом будем смотреть. Значит, теперь, что мы должны коснуться, это у нас русско-шведская война 1054-57 год. Это именно русско-шведская война. Ну, во-первых, что нужно вспомнить. В 1553 году английский негациант Ричард Челленсер обплыл всю Норвегию, Швеции, весь Кольский полуостров, заплыл в Белое море и высадился на побережье, там, Кирилл Белозёрский, возле монастыря и с почётом был приглашён в Москву. Ну да-да. Он проехал тысячу километров до Москвы и был крайне любезно принят московским государем. С этого момента начинается полномасштабная торговля с Британией и в Лондоне была основана так называемая Московская концессия. То есть, Московский торговый дом. Это начало истории русско-британских взаимоотношений. И у Иоанна Грозного появилась идея жениться на Елизавете Первой. В этот момент как раз он писал ей письма. Ну, тоже не будем это сильно на этом деле сосредотаться. Единственная геостратегическая ошибка Грозного – это то, что он поверил в доверительные отношения с Британией. Значит, это взбаламутило всю Европу. То есть, московская вот эта компания, возникшая в Лондоне, взбаламутила всю Европу. У Англии было много конкурентов. И Франция, и Испания, и, конечно же, в то время очень сильная Швеция. Будем говорить, что на тот момент Швеция, ну, была, наверное, одним из самых сильных государств Европы. Дальше потом, когда Петр уже разгромит, там, Карла 12-го, так говорили, что у Карла была самая сильная в Европе на тот момент Карла. Ну, я просто к тому, что история наших драк за Балтийское море началась вот здесь, не при Петре I. Далеко не при Петре I. К чему я хотел вот этот момент упомянуть? Дело в том, что это было действительно большой ошибкой и во всяком смысле, даже с духовной и такой вот логически-христианской точки зрения. Поскольку интересы Великобритании и России были настолько различные, что лучше было нам дружить с французами или с испанцами, например. Но никак не с Англией. Поскольку укрепление Англии – это всегда был ущерб России. Везде. Не знаю, от Индии, наверное, и заканчивая вот Балтийскими Белыми морями. И вот этот политический просчет, он имел и духовные, и материальные, и затем, я бы сказал, идеологические большие потери для российского царства. Да, в этот момент, значит, Агустов I, видя такую вот любовь между Россией и Англией, пытается создать шведский союз против России. И именно в этот момент, именно в этот момент, начинает использоваться против России так называемая информационная война. Сохранилось огромное количество листовок, показывающих русского медведя, русского царя-тирана Ивана Ворота. Они имели в это время своих сумасшедших там царей-императоров, которые убивали там людей, делали страшные вещи. Но страх перед Москвой был такой, что развернулась огромнейшая пропаганда. Ну, естественно, это, конечно, Ливонский орден поддерживал. Естественно, это поддерживалось поляками, которые жутко все это, почти посполитая речь, боялись московского царя и шведами, которые боялись потерять главенство на Балтийском море из-за выхода туда торговли русского царя. Им что нужно было? Им нужно было быть посредниками. То есть купить у нас за гроши и перепродать немцам втридорога. Но выход, если мы сами начинаем плавать по Балтийскому морю, то это было, да, посредники были просто уже совершенно не нужны. Значит, Иван Грозный отправляет войска в 1955 году, Орешек, Выборг, сразу все было взято. Густав понял, что это плохо кончится и в 1956 году заключает на 40 лет перемирие, разрешает плавать там кораблям, в общем, заключает перемирие. Не останавливаясь, сразу же буквально после этого начинается Ливонская война. Это не просто Ливонская война, а война за это Ливонское наследство, вот этого Ордена Ливонского. И за его собственную самостоятельность на его месте организовалась быстро, как она называлась, это Галицкая, и потом еще забыл, помните, это Принцесса Штерпская. В общем, короче, не будем это взять, я потом задену все равно этого. Да, значит, почему? Потому что тут есть неотъемлемые важные духовные моменты. Почему это все началось? Самое главное началось из-за чего? Из-за того, что в 1547 году Иваном Грозным был завербован так называемый Шлитте, который был отправлен в прибалтийские государства собирать мастеровых. Не только мастеровых, Женя, но даже теологов. Вы представляете? То есть, подождите, затронем религиозный вопрос. Теология интересовала очень Ивана Грозного, и он просил Шлитте присылать профессоров теологии в Москву. И это было одной из главных задач. Ну, конечно, там литеющики, в первую очередь, там врачи и прочие-прочие мастеровые, как потом, это самых таких вот людей, которые могли бы дать ремеслам и наукам движение, но также и теологи, потому что внутренняя борьба каких-то религиозных течений, а особенности реформаторского течения в связи с нестяжателей и консервативного духовного течения Иосифа Володского, оно не прекращалось ни на один момент. И царь спас, он, будучи человеком сообразительным, абсолютно верно, и не только разобраться, но иметь возможную аргументацию своих собственных интересов, давать аргументы, основанные не просто там, что я вот царь, всем голову долой, а основанные на священном писании и прочее. Это время развития в Европе университетов, а первые кафедры университетов западноевропейских были кафедры богословия. Конечно. Да, все университеты, они, по сути дела, были христианскими. Да, да. Не стало сейчас церковь, это тормоз прогресса. А в те времена это было нужно. В те времена это было нужно. Вот, например, я один тоже начал, там вот у нас только была такая богатая история, монахи, мученики, там то да и все. Я говорю, ну, привожу пример, говорю, вы знаете, эти, например, эти, в Советском Союзе 300 миллионов человек было уверено, что мы будем жить при коммунизме. Ну, что, ну, говорят, давайте сейчас мы выйдем на улицу и будем кричать коммунизм, коммунизм. Было их время и прошло. Папуасы, я говорю, до сих пор знают сотни способов приготовления человеческого ливера. И делают это тысячи лет, едят его. Ну, давайте они выйдут на улицу и будут предлагать открыть столовую по приготовлению этого дела. А самое смешное, я говорю, вот просто для примера. Средневековая древняя медицина, одним из самых важных методов лечения, считала кровопускание. Оно применялось везде. При геморроях, простатитах, ларингитах, циститах, маститах, воспалениях легких, при всем. Ну, действительно, что происходит? Организм ослабляется. Есть логика. Это просто смерть для больного. Это все равно, что тебе инфаркт, например, тебе устроить кровопускание. Это, в общем, для медицины, для современной, это просто нонсенс. И сейчас этот метод практически нигде, никогда не используется. Но это использовалось тысячи лет. Вот представьте себе, что сейчас на таком, как говорят, у меня у нас монахов много было там и прочее. Представьте, что сейчас выйдут эти врачи и скажут, придут Министерство здравоохранения и скажут, у нас есть сотни тысяч специалистов, которые на протяжении тысячи лет протектовали кровопускание. Поэтому мы будем делать это и дальше. Но, говорю, когда-то было время религиозное, оно прошло. Должно быть мрак сгинуть и должно царствовать просвещение. Должен быть свет и разум, а не телега, которую толкают с 12 века. И какие-то культурные, какие-то моменты, все, но не стоит сравнивать с наукой и пытаться ее обвинять в науку бездуховности. Обвинять в современную науку бездуховности. Вернемся к нашим. Да, а вернемся, мы здесь, в общем, поиск особенно духовных лиц Шлитте вызвал панику. Поскольку поняли, что раз, сейчас будет так, университеты будут, литейные мастерские, мастеровые и прочее. Это известные истории. Да. И, в общем, это вызвало испугу. Во-первых, это все сразу арестовали. Это шли, там все, поднялась шумиха и истерия по этому поводу. Так то, что он завербовал несколько сотен человек, и они шли в Москву. Да, да, да. И шли через эту самую Ливонию. Да, да, через эту самую Ливонию. Ну, именно духовная паника началась, поскольку они поняли, что царство окрепнет и будет уже другой, совсем противник станет совершенно другим, гораздо мощнее, чем было раньше. Ну, в связи с этим все окончилось ничем, потому что Петр Иван Грозный в 1558 году добрался до Нарвы и добрался до Дерпта, где были основаны порты, но никаких таких серьезных приобретений для России это не дало. Это было начало Ливонской войны. И это самое. Вот как раз... Предвел претензии за Дерпскую дань. Это Ливония сказал, типа платите нам такую-то дань. Вот как раз я сейчас тоже вспомнил, вот у меня здесь записано, это поход на Крым и Азов в 1558 год. В 1558 год. Это совсем другая история. Да, в 1558 год. Значит, Азов был захвачен, разгромлен полностью, и в Евпатории был разгромлен вот этот невольничий рынок, все было взято. Но в этот момент, опять же, мы же христиане, наше же единство европейское. Иван Грозный предложил сразу же в этот момент, увидев, что мы побеждаем в каких-то моментах, предложил Сигизмунду союз против Крыма. Ну, Сигизмунд, подумав, подписал договор с Крымским ханом. А не Сигизмунду просто подписал. Вот. Ну, по сути дела, это и послужило дальнейшей борьбе, особенно как раз Сигизмунд тут играл этого, тоже определенную роль в борьбе за ливонское наследство. Тут уже начинается литовская война. Литовская война. Можно? Да, все, все, все. Введение вот в это. Да. Смысл какой? Вот эти первые начала ливонской войны, которые Иван Грозный объявил, понимая, что вот без этого коридора на Европу будет плохо. Что надо с этими ливонцами разбираться. Ну, что такое ливание, которое не пропустило специалистов в Москве. Вот в чем причина. Я и говорю, это идеологическое. Первый удар был удачный. Все. Вот наступление, все. Да, на нарву. Этот епископ ливонский поднял, капитулировал, сказал, ой, 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 мы заплатим вам дань, все будет хорошо. И в это время Адашев и вот эта группа переговаривает Ивана Грозного обратить внимание на Крым. Да, 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 отвлекли тоже немножко. И отвлекли, потому что не был развит вот этот вот стратегический оборот вот этот вот не был развит. Надо было с этим диртом разбираться окончательно. Не то что добить, а взять ее полностью под контроль, строить порты там и так далее. А в это время Адашев переговаривает Ивана Грозного, давай-ка вот армию пошлем туда, в Крым. И при предательстве этого Сигизмунда, который сразу уже отвернулся, это было потом Адашеву вменено в вину, в вину, потому что это действительно был геостратегический ляп, потому что брат этого Адашева Данила Адашев возглавил эту армию и армию загубил. Представляете, такой ответственный момент, загубить армию. Ну, давайте недолго, потому что это все известные вещи. Ну, мы вообще уже будем заканчивать, потому что мы уже сегодня благополучно прошли такие... Грозный был конкретно очень сильно недоволен в это время, вот как раз это начало недовольства своими людьми в избранной Раде, особенно Адашеву. Уточним. 59-й год как раз и стал годом падения этой избранной Рады. О чем речь? Да. Во-первых, что произошло? 31 августа 1559 года Ливонский орден входит в Литву. А в это время, пока там наши ковырялись, в Крыме теряли армию, Ливонский воспользовался ситуацией и ушел под контроль к Литве. Да, значит, организовали пару герцогств, которые взяли под крыло Литвы. Да, здесь, несомненно, тоже геополитическая и стратегическая ошибка. И, значит, царь дает сразу приказание войскам выдвигаться на Ливонию. В общем, в 1560 году Шуйский, Серебряный берут Маринбург. Эту крепость Маринбургскую берут. И Курбский даже умудрился взять город Филин, укрепленный город. Как раз это пределы этого бывшего Ливонского ордена. И вот в этот момент туда был назначен этот самый Адашев. Вот именно управлять этим наместничеством, завоеванным этим городом. Но многие любят обвинять этого Адашева. Но говорить, что его ошибка там и просто прочее все остальное. Но я бы не был настолько в этом уверен. Почему? Потому что началась обыкновенная боярская хризня. Адашев был седьмая спица в колеснице. Там было, вот представьте себе, там были боярские роды, которые были намного его старше. И он для них был как мальчишка, который пришел руководителем. Вот я вчера смотрел передачу, там показывали беседу политическую, там Россия, коммунисты, ЛДПР и прочее. И вот, например, от коммунистов пришел мужик такой лет под сорок, а от ЛДПР пацан двадцатилетний. Так вот этот сорокалетний мужик просто как начинал говорить, тот всегда замолкал. То есть, ну да, просто даже чисто минимальное уважение, да, тут возраст там своим подавляет. И вот Адашев, его эти загрызли бояре. Просто загрызли. Они его арестовали, умудрились и содержали его под стражей. И вдобавок он еще и отравился. То ли он сам отравился, то ли они его... Иваном Грозным было послано специально расследовать следственный комитет, который должен был разобраться в смерти Адашева. Значит, все это получилось крайне скверно, потому что такие проблемы, такие трудности и еще вот эти разборки между кто будет главный, кто будет сидеть на первом стуле, кто будет сидеть на втором, это было яркое откровенное предательство. Потому что невозможно в такой трудный момент выяснять, я главный, ты главный. Это при внебрежении государственными интересами... Ну, кстати, это в средние века было очень принято. Свою первость нужно было доказать. Значит, чем же это кончилось с Адашевым? Окончилось это тем, что Курбский бежит быстренько в ту же самую Ливонию, потому что ему угрожало наказание за царя. Секундочку. Я бы не согласился. Сильвестр тоже... Секунду, секунду. Сильвестр... Белозерский монастырь, то есть он был поп вроде женатый, а тут его пострилили и отправили в монастырь. Это был крах этой Рады, крах, полный крах. Еще была неприятная очень история со смертью Анастасии. А, ну да. Там они... Он же пошел, Иван Грозный с Анастасией в Можайск на моление. Это я... Вдруг Адашев со своими друзьями, ему говорят, ой-ой-ой, крымские татары, приходи к отца срочно домой возвращайся. И непогода, неурядица, и больная жена. Анастасия заболела в 60-м году, но он все-таки возвращается, а опа, и никакого нашествия нет. Ничего нет, да. Представляете, какой вот этот психологический удар? Да, психологический удар. Психологический удар, и жена умирает тут, любимая, и все, и вот, и начинается недоверие к Адашеву, вот это вот все, и пошло, и поехало, и к Сильвестру потом... Да, пришлось, досталось ему. Значит, это в 1561 году была провозглашена Виленская уния, по которой вот как раз это львонское наследство было разделено на княжество Курлянское и Семигальское, вот сложные такие названия, и оно как бы в унии вошло в Литву. Значит... С тех пор, чтобы люди не путали, уже начинается не русская война, а практически русско-литовская война продолжается. Да, русско-литовско-польская война. Или потом польская. Да, в 1563 году Иван Грозный предпринимает очень серьезный поход на Полоцк. Это серьезнейшее, очень важное тоже духовное такое событие, вот тут очень много интересных духовных моментов было. Это все продолжается война между ясифлянами и нестяжателем. Вот о чем надо нам рассказать. Да, все продолжается та же война. Значит, что интересно было, Полоцк взят, и два боярина, можно сказать, герои, которые были первыми ее, ну, проявили себя как самые-самые лучшие воеводы в этот момент, входят в город, там устанавливается царская власть. Что начинается? В первую очередь утоплен по приказанию Ивана Грозного сподвижник Феодосия Косова, проповедник реформации, поп Федор. Да, то есть его прямо туда в прорубь и утопили за то, что он говорил о том, что царство императорское императору, Божье Богу. Это было ни в коем случае, это был страшный реформатор ужасный, и его утопили в проруби. И в этот же момент игумен Иосифа Володского монастыря, вот опять же того самого Иосифа Володского монастыря, является практически, Леонид Игумен назвали, является практически зачинщиком еврейских полоцких погромов. То есть он устраивает прямо натуральные еврейские полоцкие погромы в связи с идеей о том, что, ну, это, в общем, ере жидовствующих, надо это все уничтожить. И последним, опять же, духовным моментом, интереснейшим духовным моментом, этот же Игумен Леонид подбивает татар перебить Бернардинский монастырь, который находился в Полоцке. В Полоцке в то время уже был целый католический монастырь, там были монахи-бернардинцы, и вот он натравил татар, которые все перерезали, перебили, разгромили в Квачке, и это вот и самое. Ну, короче, лишняя пугалка. Да, было вместо того, чтобы заняться, как вы правильно сказали, строительством портов, выходов к Балтийскому морю и вот такой мудрой политикой, которая была в Казани, никого ничего не принуждать. Здесь просто порезали евреев, побили монахов-бернардинцев и утопили собственного попа, который проповедовал нестяжек. Хотя при взятии Полоцка, пока там был Иван Грозный, он разрешил этому городу оставить свои привилегии городские, которыми пользовались города вообще европейские. То есть, все было вроде бы нормально. И когда он оттуда отъехал, началось бесчинство. Да, абсолютно верно. Абсолютно. И это сразу привело к очень плачевным, опять же, для России последствиям. Все это испугало, знаете, как бы подтвердились вот эти листовки, пропаганда. И все это жутко испугало местное население. Кроме того, можно было воспользоваться прекрасным... В это время эстонские крестьяне подняли восстание и можно было просто все завоевать. Без всяких проблем. То есть, была такая внутренняя гражданская война в Литве и в Латвии, будем говорить, и в Эстонии, что можно было эту территорию просто занять. Они, наоборот, просили русского царя туда прийти, поскольку не хотели порабощения от Польши и боялись этого польского порабощения. Вместо этого начинаются ордашевские разборки, кто сколовнее, кто второстепеннее. Дранье Полоцка. Прямо Дранье настоящее Полоцка, потому что иначе его никак не назовешь. Во всех, даже в духовном, религиозном смысле. И проморгали самое главное. Потому что втихо в 1828 января 1564 года было просто заключена уния спокойно. И русским сказали, что вы до свидания, мы хотим теперь уже быть с Литвой. Мы прогавили вот этот момент, когда нас ждали и звали туда своими же собственными распрями и духовной вот этой резнёй. И опять же и осифляне приложили к этому руку. Кто чувствовал свою вину. Свои грехи. Свои грехи. И в это время сбегает. Да, вот как раз и побежал в это время. Прыгнул через забор. Да, быстренько. И слинял. И слинял, потому что он понял, что царь ему этого не простит. Давайте ещё... Андрей Курбский. Да, Курбский, конечно. Давайте посмотрим, почему ещё какая подоплёка здесь была именно с Курбским. Какая ещё была подоплёка. А подоплёка такая, что он под руководством Шуйского движется в сторону Минска русская армия. Минска и Новогрузка. И попадает в жестокую засаду Радзивилла. Радзивилла. Вот представьте себе, да, что вы возглавляете огромное военное соединение. Да, да, да. Был готов. Неужели вам не хватит ума разведку послать? Неужели нельзя потребовать... Нет, тут уже прям такая глупость. Я там смотрел вот это вот, что произошло. Они просто, знаете, как курятник какой-то. То есть, как вот, я не знаю, как женский батальон какой-то, наверное. Ещё бы больше бабы, ещё лучше бы разобрались бы с этой войной, чем эти мужики. Потому что стадо, стадо, стадо попало в засаду. И это было расценено Иваном Грозным как предательство. Это, мне кажется, наверное, даже если это не было реальное, это была просто халатность такая. Глупость и халатность. Поскольку, ну, полностью наговолу все войска были разгромлены, пушки, всё было потеряно. Абсолютно. В общем, Радзивилл праздновал полную победу. Он уничтожил всю армию, которая должна была заниматься Прибалтикой. Русскую. Всё полностью уничтожил. Ну, как показали дальнейшие события, было и предательство. Да, было. И как раз он приказывает, почему Курбский-то убежал? Потому что Репнин и Канишин, вот эти вот бояре, которые брали Полоцк, героями были, они тут же были казнены царём. Приказ был, вот они шли в этой армии, которую разгромил, Радзивилл, и были по приказу царя казнены. И Курбский упрекает его в том, что вот он не так себе царь ведёт, казнит своих бояр, да, героев казнит. И Курбский ему, царь ему, а чем и начинается самый вот такой момент, Иван Грозный мотивирует свои действия и отвечает на упрёки, не только, а и боярам отвечает, и всему этому, будем говорить, тогдашнему обществу, почему он принял такое решение, обвиняя, и я лично считаю, что если и сразу нельзя сказать о стопроцентном предательстве, но о раздолбайстве полнейшем и погублении, не помню, 12-тысячной армии, в щент вместе с пушками и вместе со всем, говорить можно несомненно. Это, ну, если и без предательства, естественно, здесь точно не обошлось. Вот видим, как мы увидели с вами, насколько духовные вот эти вот все проблемы и духовные разборки связаны с светскими делами и насколько проморгали из-за полоцкой резни, проморгали эстонское восстание, восстание крестьянства, возможность взять всю Прибалтику из-за дранья бернардинских монахов, утопления в Максодерах. Из-за глупости боярских. Да, из-за боярских просто глупостей и разборок с Адашевым, кто главнее, кто нет, и в конце концов его даже убийством, отравлением. Это говорит о том, что даже сейчас, в нынешнее наше историческое время, нам нельзя забывать об этом. И надо помнить, что есть более важные стратегические моменты, чем какое-то религиозное мракобесие или еще что-нибудь. Надо всегда находить главную цель, первостепенную, и к ней стремиться. Остальное же все, либо может быть вообще проигнорировано, ну, либо подождет до, как могла Крымская война, спокойно подождать до лучших времен. Пару слов еще. Пару слов. Ну, здесь еще надо уточнить такое. Начиная с начала еще 50-х годов, когда Иван Грозный заболел, и там была история с косями, не будем, не будем, не будем. Люди это все знают. Хорошо. Была вот уже несколько лет нарастающая тяга боярства и элиты, которую Иван Грозный драл и заставлял работать на государство. Была их тяга заменить этого царя на более мягкого, Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата. И вот эта вот история с попытками боярства, вот каким-то вот давайте вот сейчас вот он в поход уйдет, мы его сменим, вот этот вот заговор он зрел, он зрел, он несомненно был. Да, и вот он, изревший этот заговор, он где-то какой-то частью проявился вот здесь, в разгроме этом, который потерпелевский. Кто-то уже с нежеланием служил Ивану Грозному, кто-то из-под тяжка какую-то гадость привносил, и это потом вылится в конкретное... На определенное противодействие. Ну вот, казнь бояр, бегство Курбского и ответ Грозного на боярский заговор, это мы сегодня, и на этом мы сегодня завершим нашу беседу. Спасибо. Оставив к следующему разу Божьей милостью обсуждение эпохи опричнины. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...